Дорогие студенты-потанинцы, всем привет! Я рада выступать перед вами, перед такой аудиторией, амбициозной, красивой. Меня зовут Марина Очковская, и я преподаватель маркетинга в Московском государственном университете имени Ломоносова. Вот с самого раннего детства мне хотелось быть учителем. Мне казалось, что это так здорово стоять перед учениками и рассказывать что-то интересное, все меня слушают. Но мой путь в педагогику, он не был прямым. После защиты кандидатской диссертации по экономической теории началась моя профессиональная жизнь. Вначале было ЮНЕСКО, потом я прошла конкурс в компанию Procter & Gamble в отдел маркетинга, после была российская корпорация, где я работала менеджером по маркетинговым коммуникациям. Но несмотря на такие, казалось бы, классные компании, меня где-то в глубине души не покидало ощущение, что я все-таки не совсем на своем месте. И после трех лет работы я вспомнила про свою детскую мечту, что я хотела быть учителем. И поняла, что все, пора возвращаться в университет. Для моих друзей, знакомых, это было совершенно какое-то нелепое решение, как так можно уйти с высокооплачиваемой работы, с зарубежными командировками в какое-то преподавание. Мне даже и верить-то не хотели. А я была счастлива. Для преподавания я выбрала маркетинг, потому что я считала маркетинг, и по сей день считаю, одной из самых творческих дисциплин, потому что маркетинг имеет дело с созданием ценности для потребителя, с созданием новых товаров, новых брендов, с созданием рекламных коммуникаций. Там есть простор для творчества. Там работают яркие, нестандартные люди. Сегодня я бы хотела поговорить с вами об очень интересной теме, спорной, противоречивой, которая вызывает много сомнений не только у маркетологов, но и у социологов, у психологов, и у обычных людей. А говорить мы с вами будем о персональном бренде. Вот кто из вас уже прочитал книжку «Преврати себя в персональный бренд» Тома Питерса? Есть такие? Есть. Книга вдохновляет. Рекомендую, почитайте. Понравится. Так вот, мой любимый классик Чехов как-то сказал, «Если хочешь, чтобы тебя любили, будь оригинален. Я знаю человека, который ходил в валенках зиму и лето, и в него влюблялись». Это, конечно, метафора, метафора с юмором, но, тем не менее, повествующая нам ни о чем ином, как о персональном бренде. Ведь, чтобы тебя заметили, надо быть особенным, оригинальным. Приведу вам примеры людей-брендов. Итак, Анна Нетребко — оперная певица номер один в мире, обладательница самого дорогого голоса в мире. Гонорары Анны Нетребко начинаются от 50 тысяч долларов за концерт. Анна Нетребко поет в лучших оперных театрах мира, таких как Миланский театр Алла Скала, Метрополитен опера в Нью-Йорке, Венская штат с опером, Ириинский театр. Театр и мечты, в общем. В мире одной из сложнейших оперных арий является ария Нормы. И было мало исполнительниц, которые обладали достаточным талантом и умениями, чтобы эту арию исполнить. Среди исполнительниц были Мария Калас, Галина Вишневская, Монсеррат Кабалье и Анна Нетребко. Здорово, да? Но это еще не все. Анна Нетребко поет не только сложнейшие арии, она еще и танцует во время своих выступлений, оперных выступлений. Вот вы, когда ходите в оперу, вы же ходите в оперу. Ходите в оперу? Вот если вы ходите в оперу, вы там часто видите танцующих оперных див? Лично я не очень часто. А вот Анна Нетребко так умеет зажечь взыскательную европейскую публику, что многие деятели шоу-бизнеса могли бы ей позавидовать. Следующий пример. Пример персонального бренда. Леонид Рошаль. Леонид Рошаль. Детский врач, хирург, доктор медицинских наук, профессор, директор научного института травматологии и детской хирургии, доктор мира. И в России, пожалуй, нет ни одного человека, который бы не слышал про этого доктора. Вы же все слышали про доктора Рошаля, так? Да, потому что доктор Рошаль, он не просто выдающийся детский врач, он еще общественный деятель. Бесстрашный и неравнодушный. Землетрясения в Армении, войны в Румынии, Чечне, Ираке, Иране. Там везде был доктор Рошаль, который помогал пострадавшим детям. А еще, как вы помните, он не испугался и выступил с критикой Минздрава в соцразвитии, вел переговоры с террористами на Дубровке, в Беслане. Это очень смелые поступки, да? Достойное уважение. У меня еще есть один примерчик для вас персонального бренда. Немножечко странный. Татьяна Алексеевна, учительница литературы и русского языка в физико-математической школе города Уфа. Вы не знаете, кто такая Татьяна Алексеевна, потому что не учились в этой школе. Но я уверена, что у каждого из вас есть своя Татьяна Алексеевна, тот педагог, который оставил след в вашем сердце, на чьи уроки вышли с радостью, которых ждали целую неделю. Так вот, на уроках с Татьяной Алексеевной мы сопереживали героям, ставили какие-то сценки, читали стихи. Мы готовы были оставаться после пятой, шестой, седьмой пары, чтобы придумать какой-то концерт. Это были лучшие уроки в моей жизни, да и не только в моей, потому что эти уроки несли сильное содержание, и там был нестандартный педагогический подход. А еще это учительница литературы, человек-эстет. Она на занятия приходила в безумно красивых платьях, почти вечерних, для создания некого образа и атмосферы. Так вот, друзья, я вам привела примеры бренды разных уровней, в масштабах мира, страны, какой-то отдельной локальной школы. Так вот, неважно, какой уровень охватывает персональный бренд. Бренд — это сила, которая завоевывает сердца, которая оставляет след в нашей душе, вызывает яркие положительные эмоции. Вот вы, молодые лидеры, участники многих конкурсов, победители конкурсов, подумайте, ведь вы наверняка уже тоже являетесь брендами в своей среде, в институте, университете. Как думаете, вы бренды? Или вы как доктор Рошаль не думаете об этом, а просто трудитесь? Как Рошаль, молодцы. Я хочу познакомить вас с одним подходом к персональным брендам. Так как я маркетолог, то хочу предложить вам формулу успешного бренда. В маркетинге тоже есть свои формулы. Это, конечно, формулы не из физики, не из математики, но тем не менее. Так вот, успешный бренд по Питеру Дойлю является единством качественного товара, отличительной особенности и добавленной ценности. Качественный товар. Качественный товар в персональном бренде — это профессионализм. Те три человека — они все специалисты экстракласса, которые много и упорно работают, и работали, чтобы стать профессионалами высокого уровня. Как в стихотворении Заболоцкого, помните? Душа обязана трудиться, и день, и ночь, и день, и ночь. В общем, так, как вы над своими проектами трудитесь. Но быть просто специалистом экстракласса недостаточно. Много специалистов экстракласса. Нужно что-то еще, нужно отличаться, выделяться от других профессионалов. У Анны Нетребко — это артистизм, умение танцевать во время оперных выступлений. У Рошали — это социальная позиция, у литератора — нестандартный подход к преподаванию, визуальная эстетика. Должна быть отличительная особенность. И здесь в самый раз надо вспомнить вот об этом прекрасном существе. Кто знает, что это такое? Фиолетовая корова. Так. А как зовут создателя фиолетовой коровы? Сэд Годин. Американский эксперт по маркетингу. Так вот, Сэд Годин предлагает нам всем стать фиолетовой коровой. То есть придумать что-то яркое, оригинальное, нестандартное. Потому что обычная буренка, она скучна, она незаметна. Даже если вдруг эта буренка будет нести самое лучшее молоко. Поэтому надо отличаться. Но отличительная особенность должна нести ценность. Давайте вернемся опять к нашему Антону Павловичу Чехову и к цитате про валенки. Вот сейчас лето. Если мы с вами наденем валенки, мы, конечно же, будем отличаться. Нас заметят, даже что-то подумают про нас. Но какая полезность от того, что мы надели валенки летом? Так вот, отличительная особенность должна нести ценность. Так как это у наших героев. У троих. Последний элемент это добавленная ценность. Я очень люблю добавленную ценность. Добавленная ценность это некий дополнительный бонус, придающий шарм персональному бренду и повышающий его узнаваемость. Что это может быть? Это может быть наше полезное хобби. Например, умение играть на музыкальном инструменте, рисование или умение танцевать вальс. Это, кстати, ценное умение. Вот у вас была дискотека мечты, и я видела, что одна пара, кажется, одна, танцевала венский вальс. Молодцы. Так вот, не одна даже, да? Хобби, оно не только повышает привлекательность нашего бренда персонального, оно еще очень хорошо для личностного развития. Люди, которые выбрали для себя нелегкий путь служения другим людям, обществу, они не должны замыкаться на своей профессии. Как правило, все люди бренда, они очень разносторонни, они вдохновляются музыкой, слушают Рахманинова, Шопена, Моцарта, кому что нравится. Любят живопись, ищут вдохновение в поэзии. Важно иметь хорошее хобби. Сейчас я хотела вам привести свой маленький пример, хоть это и выходит за рамки объявленной темы. Так уж сложилось, что в детстве у меня не было хобби. Ну, в музыкальную школу меня не приняли, а балеты и бальных танцев в той местности, где проходило мое детство, ну просто физически не существовало. Зато сейчас во взрослой жизни я уже не представляю свою жизнь без музыки и бальных танцев. Для меня это источник положительных эмоций, энергии, что очень важно в работе преподавателя. Если вдруг у кого-то из вас не сложилось с хобби в детстве, не страшно. Ищите его во взрослой жизни и реализовывайте. Завершая свое выступление, я хочу пожелать вам всем выйти на уровень бренда. Стать профессионалами экстра-класса с яркими отличительными особенностями. И чтобы в вашей жизни обязательно было время и место на волшебную музыку, поэзию и танцы. Спасибо за внимание. Аплодисменты Продолжение следует...